Саудовская Аравия Саудовская Аравия составила около 98 миллиардов долларов, и это число лишь незначительно снизится в этом году, примерно до 87 миллиардов. При этом реальный общий дефицит может достигать 120 миллиардов долларов, так как в официальные данные не включаются расходы на войну в Йемене, рассказывает автор. Финансовые ограничения вынуждают Эр-Рияд прибегать к реформам. Во-первых, правительство рассматривает возможность введения новых налогов, включая 5-процентный налог на добавленную стоимость. Эта мера многим покажется заурядной, пишет автор, но не для Саудовской Аравии, где НДС может стать первым налогом, уплачиваемым в стране. Сейчас королевство начинает реформировать свою экономику, увеличивая ее эффективность и снижая зависимость от продажи нефти. Единственная возможность сократить такую зависимость – полагаться на увеличение налогов. Долгое время королевство вообще не видело необходимости в создании большинства экономических институтов, так как доход от продажи энергоносителей позволял это игнорировать. В последние годы Саудовская Аравия смогла создать более диверсифицированную индустриальную экономику. Удалось наладить производство химикатов, удобрений, алюминия, цемента и других промышленных товаров. Новые реформы давно назрели, однако гарантировать их реализацию не может никто, подчеркивает издание. В Джибуче становится жарко. Почему забытый всеми пустынный участок земли стал местом пересечения интересов сильнейших стран мира? Чтобы ответить на этот вопрос, журналист агентства Bloomberg Монте Рил приехал в крошечную африканскую страну. Этот край признавался начисто лишенным природных ресурсов. Отсутствие интереса оказалось, как ни странно, главным преимуществом государства. После террористических атак на США Вашингтон начал искать место под новую базу для борьбы с терроризмом. И Джибуче оказалось фактически единственной страной в регионе, где не шла собственная война. Вскоре здесь обозначили присутствие и другие, в том числе Китай. Основная борьба за влияние в маленькой стране развернулась между Китаем и США. Власти Джибути стараются получить от конкуренции мировых держав на своей земле максимум. Брать с богатых стран миллиарды долларов за разрешение устроиться в маленькой, но мирной стране только начало. Уверяет автор статьи. Цитата. Правительство надеется, что через 20 лет республика станет вторым Дубаем, местом притяжения капитала и торговли. А почему нет? У нас есть такое, чего никогда не было у Дубая, говорит министр иностранных дел Джибути Али Юсуф. Он прав. Во-первых, морской путь, проходящий мимо берегов Джибути, важнее того, что идет мимо Объединенных Арабских Эмиратов. Во-вторых, Джибути – пропуск к морю и миру для целого ряда африканских стран. В-третьих, у властей республики есть план по развитию туризма, который крутится вокруг озера Ассаль, одного из наиболее соленых озер на планете. Наконец, ветра и безжалостное солнце делают возможные получения возобновляемой энергии для развития страны. Через 10 лет власти Джибути рассчитывают стать первой африканской страной, работающей исключительно на чистой энергии. У любителей татуировок появилась новая модная тенденция. На смену акварельным рисункам, цветным изображениям и сложным узорам пришли сплошные черные татуировки, полностью покрывающие части тела. Чаще всего такой татуировкой покрывают ноги или руки, оставляя нетронутым только небольшой участок кожи. Некоторые люди также наносят их на спины и животы. Такой стиль в татуировке получил название «блэкворк». Работы делаются на большой площади и при их создании используется черный цвет. Иногда к этой технике прибегают, чтобы закрасить старые работы. Переделать такие татуировки потом практически невозможно. Мастера стиля «блэкворк» выкладывают свои работы в Инстаграм. В одном из таких аккаунтов особой популярностью пользуется фотография девушки, чья верхняя часть тела почти полностью закрашена чернилами. Таким радикальным способом поклонница рисунков на коже решила спрятать старую татуировку, которую набила на груди много лет назад. Один из комментаторов спросил, будет ли она и дальше продолжать свои эксперименты. На вопрос девушка ответила отрицательно, отметив, что нынешние татуировки ее полностью устраивают. О первом концерте «Роллинг Стоунс» на Кубе рассказывает британская газета «Гардиан». Около 400 тысяч человек собрались на бейсбольном стадионе в Гаване на бесплатный концерт легендарной британской группы. До этого дня «Роллинг Стоунс» в последний раз давали бесплатный концерт в 2006 году в Рио-де-Жанейро. Вокалист и лидер коллектива Мик Джаггер приветствовал публику на испанском языке. «Привет, Гавана! Добрый вечер, Куба!» Посмотреть на своих кумиров пришли не только жители кубинской столицы, многие приехали из провинции. Концерт «Роллинг Стоунс», который прошел через несколько дней после исторического визита на Кубу президента США Барака Обамы, еще одна примета стремительных перемен на Острове Свободы. «Роллинг Стоунс»